Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях сотрудники Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Это Владислав Милославский, заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог, и Елена Шейки, заведующая диспансерным отделением для детей. Здравствуйте! Совсем недавно мы делали новостной сюжет, где говорили о том, что количество людей, проходящих ФЛГ, за последний год упало. Насколько страшно это? И вообще важно ли проходить это ФЛГ? Или можно действительно забыть и пусть так и будет? Нет, флюорографию проходить нужно ежегодно по профилактической исследованию, которое необходимо проходить каждому, так как мы живем в обществе. И первое, на что направлена диагностика, это туберкулез, инфекционное заболевание, которое распространяется респираторно, то есть при дыхании, при разговоре людей между собой. Поэтому живем-то мы все в коллективе, общаемся между собой, семьями и коллеги по работе. Те, кому необходимо обследоваться, то есть это лица старше 15 лет, они ежегодно должны проходить обследование. За последний год и предыдущий год количество исследований в флюорографии упало, связанное с тем, что были введены меры профилактические против ковида. Люди боялись в поликлинике ходить, люди не могли ходить в поликлинике, потому что были очереди большие, то есть не было обследований. Были приостановлены профилактические обследования, и за счет этого и выявляемость, и диагностика туберкулеза упала в количество. Ну, вместе с этим, конечно, люди проходили исследования другого характера, томографию компьютерную, но они не могут компенсировать в том объеме, в котором необходима флюорография диагностическая и профилактическая. Ну, а вот, допустим, я пропустил этот год флюорографии, и думаю, ничего страшного, пойду в следующем. Страшно, если мы потеряем один год исследований? На самом деле, да. То есть года достаточно для того, чтобы развилась форма, которая через год уже будет тяжелым течением, то есть будет тяжело лечиться, тяжело поддаваться лечению, и, в принципе, качество жизни человеку упадет, потому что восстанавливаться после такой болезни будет намного тяжелее. Поэтому регулярное обследование необходимо. Но, однако, у детей до 15 лет выявляют не через флюорографию первые признаки туберкулеза. Как это происходит? Ну да, у детей основной метод обследования – это иммунодиагностика. Дети с года начинают обследоваться. У нас тоже ежегодно есть декретируемые группы, которые обследуются два раза в год. Это группы риска. Они должны раз в 6 месяцев проходить обследование. А так, дети с года до 7 лет обследуются у нас пробой Монтоусыном в детских садиках, а дети с 8 до 14 лет обследуются у нас пробой Диаскин-тестом уже в школе. Но с 15 до 17 лет подростки у нас также обследуются флюорографически. А в группах риска все равно у них проводится иммунодиагностика. Что по показателям сейчас заболеваемости у детей? Она упала, она повысилась? Она где-то последние годы держится на стабильном уровне, начиная, наверное, с 2012 года, когда был резкий подъем заболеваемости туберкулеза. Но это было, видимо, связано с тем, что у нас были внедрены новые методы обследования, в том числе вот этот вот проб Диаскин-тест, компьютерная томография. То есть мы стали выявлять малые формы, которые не видели раньше на старых обследованиях. Поэтому потом постепенно заболеваемость снижалась, снижалась. И сейчас она где-то составляет два случая на 100 тысяч населения у детей от 0 до 17 лет. И если от 0 до 14, то где-то 1,8. В абсолютных цифрах это 4 человека мы выявили в прошлом году. Из них трое было детей и один подросток. И тем не менее, без тестов, без флюорографии может ли человек сам понять по каким-то симптомам, которые он чувствует, испытывает, что вот что-то не то, нужно обращаться к врачу? Ну, понять заподозрить может. Понять вряд ли, но заподозрить за собой можно, да. Потливость вечерняя, усталость, подолгий кашель продолжающийся, может быть, самокроты в течение больше месяца, двух, трех. Все это может как бы в принципе показывать, да, что есть какая-то проблема. Тем более, если человек не проходил долгое время флюорографию, то в принципе, да, может обратиться в поликлинику для того, чтобы пройти флюорографию рентген своего терапевта-врача. ФЛГ покажет нам затемнение, которое, возможно, будет туберкулезом. А какой путь дальше, какие исследования дальше предстоят, чтобы сказать что-то? Да, я понял. После флюорографии терапевт направляет его уже в профильный наш диспансер противотуберкулезный, где проходят обследования различного вида. Это и микроскопические посевы, мокроты, исследования, бронхоскопические исследования проходят, компьютерная томография исследования, и муддиагностика происходит точно так же, не только детским тестом, но и, например, ПЦР-тесты проводятся для того, чтобы понять, есть ли в данный момент возбудитель в организме человека. Как быстро можно выявить, что вот пришедший человек сказал, что у меня что-то не то до постановки диагноза? Как быстро это проходит период? Достаточно длительный. То есть зависит от того, насколько быстро будут готовы анализы именно микроскопические. То есть когда будет видно, что именно микобактерия будет выделена, потому что до момента выделения культуры микобактерии нельзя будет окончательно поставить диагноз, потому что все-таки диагноз должен быть подтвержден микроскопически и микробиологически. То есть нет каких-то показателей, которые прямо вот скажут там на рентгеновском снимке, на компьютерной томографии, что вот конкретно там вот это, это туберкулез? Согласно современным рекомендациям, все-таки остается главным показателем того, что есть заболевание туберкулеза, это все-таки микробиологически, да? Есть характерные особенности рентгенологической картины на томографии и на простой рентгенографии, которые могут говорить о том, что больше, за что больше данных, то есть какая картина может соответствовать туберкулезу, да? Но окончательно все равно это не диагноз, да? Это заключение всего лишь врача, которое интерпретируется врачом-фтизиатром. И только фтизиатр может на основании совокупности каких-то анализов, совокупности исследований поставить окончательный диагноз, называется клиникорентгенологический, то есть совокупность и клинических проявлений, и лабораторных анализов, и диагностика рентгенологическая. Как-то у детей отличается путь от иммунодиагностики до постановки диагноза или точно так же, как и у взрослого населения? У детей отличается. Во-первых, у детей, к сожалению, наверное, или к счастью, нет клинических проявлений. То есть практически все происходит бессимптомно. Если вот родители показывают ребенка и говорят, вот смотрите, раз он похож на больного туберкулезом, а если бы я вам показала больного туберкулезом ребенка и небольного, вы бы тоже не нашли никаких отличий, потому что у детей все протекает скрытно. Это видно, к сожалению, бывают очень большие изменения на рентгенограмме, а клинический ребенок, в принципе, может быть, немножко стал вялый, немножко беспокойный, капризный. Но это общие такие тенденции, которые мы, к сожалению, не сможем отнести ни к какому инфекционному заболеванию. А вообще путь у него немножко другой. То есть когда по результатам иммунодиагностики, проб, мантуль, диаскин-тест, ребенка направляют к нам в противотуберкулезный диспансер, мы, они также должны прийти к нам обязательно с флюорографией взрослого окружения, потому что мы должны, ну то есть дети, они заражаются от взрослых, дети от детей заразиться не могут, потому что дети не являются бактериовыделителями. И мы вот так же, как у взрослых, не можем выявить у них микробы. То есть золотой стандарт выявления любого инфекционного заболевания – это найти микроб. Если мы нашли микроб, мы 100% можем поставить диагноз. Если не нашли, то, к сожалению, все методы, любой метод будет являться косвенным. Поэтому родители мне говорят на приеме, мы вот сдали анализы, мы прошли рентген, мы сделали манту, мы там все прошли, а вы нас еще заставляете делать какие-то обследования. Почему? Да, потому что, говорю, ну, к сожалению, настоящий уровень развития медицины не существует. Одного вот анализа, который 100% могут подтвердить или опровергнуть диагноз туберкулеза у ребенка. Только вот совокупность всех методов, то есть сбора анамнеза, обследования окружения ребенка, что они все здоровы, там, у него, да, там, иммунодиагностика, рентген. Если все нормально, тогда мы можем поставить ребенку латентную туберкулезную инфекцию. То есть то, что он инфицировался, у него произошел контакт с палочкой туберкулеза, но его собственные силы эту палочку сдерживают. У него заболевание туберкулезом не развивается. Поэтому таких детей мы, ну, не всех, да, опять же, кто требуется по показаниям, мы оставляем у себя на диспансерный учет. В течение года мы их наблюдаем. Если же ничего не развелось в течение этого года, то мы такого ребенка снимаем с диспансерного учета. Но полностью вылечить у ребенка туберкулез возможно? Да, возможно. И как это происходит? Возможно. Ну, вот что сложного, скажем так, из реалий, да, то есть когда ребенок, к сожалению, все-таки заболевает, развивается у него болезнь туберкулезом, то он должен лечиться в стационаре. У нас в Рязанской области стационара нет. Поэтому всех таких детей мы направляем на лечение в город Москву. Или в Москву, или в Санкт-Петербург, если это будет, допустим, костный туберкулез. То есть это уже намного затрачивается экономически для родителей и психологически отправлять ребенка на такой длительный срок лечиться. Это уже будет не три месяца профилактики, допустим, мы стандартно назначаем, а порядка там 8-12 месяцев, ну, кому как. И потом на долечивание они часто отправляют в санаторий детей наших. Поэтому это очень долгий процесс. Но у ребенка может быть полностью излечивание от туберкулеза, если вовремя начать лечение. Если же дети у нас сейчас прям такими огромными формами туберкулеза не болеют, только малыми формами практически. А малые формы, они оставляют знаки после себя перенесенного туберкулеза. То есть в организме ребенка образуются кальцинаты. Организм ребенка борется с данной инфекцией, и вокруг вот очага инфекции откладывается соли кальция. Для того, чтобы не было распространения большого. И вот эти вот знаки, чем, ну, вот эти кальцинаты, чем они, в принципе? Во-первых, это очаг хронической инфекции. То есть он в любом возрасте, вот сейчас ребеночек маленький, у него вроде как бы все затихло. Потом пойдет тростковый период, когда начнется бурный вот такой гормональный рост, перестройка организма, и может все очень сильно реактивироваться. А женщины там молодые, опять же, им предстоит беременность, им предстоит роды. То есть когда происходит мощная гормональная перестройка организма, или стрессовая какая-то сильная реакция. Подростки вот почему заболевают? У кого-то там родители развелись, у кого-то там в аварию кто-то друг попал, погиб. То есть сильная стрессовая реакция, те же самые экзамены. Они могут, очень много вот подростков перед экзаменами, когда они выявляются в 11 классе, в 9 классе. То есть что-то стрессовая ситуация, и у них вот происходит сбой моносистемы, они заболевают. Как быть со взрослыми? У взрослых реально ли победить его полностью, или можем только сдерживать? Нет, так же из лечения возможно, потому что все-таки терапия существует. Терапия, если придерживаться, выполнять все рекомендации, которые предписаны врачами, и следить за собой, если заметить за собой симптомы, или, например, выявиться просто профилактически, даже без симптомов на флюорографии, то, скорее всего, это какие-то легкие формы. То есть объем поражения легчей ткани не такой значительный, и лечение, которое применяется, оно будет достаточным, и за время, которое необходимо, будет излечено, и человек вернется к нормальной жизни. Ну, говоря о лечении, мы имеем в виду обычное медикаментозное, домашнее, где человек просто раз в день, или как? Нет, это специализированные антибиотики, которые применяются в условиях стационара, потому что они имеют тяжелую переносимость у людей, для кого-то они не подходят. Приходится подбирать другие виды антибиотиков, потому что ряд для лечения противотуберкулезными препаратами, он большой, подбирается индивидуально. Есть стандартные схемы, которые применяются людям, которые подходят к каждому, грубо говоря. Но если на какой-то из частей этой системы происходит аллергическая реакция или тяжелая переносимость, то подбирается индивидуально. Статистика заболеваемости туберкулеза у нас сейчас идет вниз, однако за последний год, если не ошибаюсь, она вышла на плату. И поэтому такой вопрос, как жить, чтобы не заразиться туберкулезом? Во-первых, это воздушно-капельная инфекция. Она относится к особо опасным инфекциям. Почему такой контроль за ней? И почему отдельно... Есть врач-инфекционист, который за многими инфекциями следит, а мы отдельно врач-физиатр, который следит всего лишь за одним инфекционным заболеванием. Потому что это относится к особо опасным инфекциям. И мы до прошлого года входили в число 22 стран с тяжелым временем туберкулеза. В прошлом году, так как у нас была большая такая программа, утвержденная нашим президентом по снижению заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации, мы ее, в общем-то, выполнили. Было много оснащения. То есть мы получили новые компьютерные томографы, оборудование БАКТЭК, оборудование ПЦР-тестами. И мы вышли в том году, у нас такое большое достижение, то есть Российская Федерация вышла из числа 22 стран с тяжелым временем туберкулеза. А чтобы не заболеть туберкулезом, во-первых, нужно проходить профилактическое обследование, нужно не отказываться. У нас, в принципе, есть все. Я про детей. То есть у детей есть все для того, чтобы не заболеть туберкулезом. Вот, к сожалению, из трех случаев, которые были выявлены у детей туберкулеза, у двух из них были родственники, которые нерегулярно лечились или вообще даже не знали до момента выявления детей, что они сами больны туберкулезом. То есть мы выявляем ребенка, начинаем обследовать все окружение, и выявляется, что то ли у дедушки, который привычно кашляет и кажется, что он просто курит постоянно, у каких-то там братов двоюродных и так далее, выявляются заболевания туберкулезом. Вот, поэтому главная цель у родителей не отказываться от профилактических обследований, которые проводятся в школах и в детских садах, и ежегодно проходить его. Ну и за собой то же самое следить, чтобы у вас и у ваших ближнего окружения не было заболевания туберкулезом. Ну а как-то может быть, образ жизни как-то поменять? Ну образ жизни, он должен быть направлен на то, чтобы поддерживать высокий уровень иммунной системы. То есть это прежде всего прогулки, проветривание, это общие рекомендации, которые все говорят врачи, которые мало прислушиваются все остальные, да, потому что они очень, скажем так, дешевые, и в принципе нужно что-то нам дорогое, таблеточку, которая чтобы все излечила. Вот, поэтому это общие рекомендации. То есть это хорошая инсоляция. У нас, к сожалению, регион, в котором мало солнца, да, то есть все-таки стараться детей выводить почаще на улицу, чтобы они солнечные лучи на себя впитывали. Хорошее питание, в принципе, болезнь, она социальная, почему ее называют, потому что она и разрасталась в экономические кризисы, когда было плохое питание. И питание, потому что белок – это основа нашей иммунной системы, то есть поэтому и детей надо кормить именно белковой пищей, то есть мясо, рыба, творог, яйца, стараться на любой прием пищи, а не конфетки всякие, углеводы и так далее. Особенно вот эти вот все газировки, чипсы, сухарики и так далее, то есть которые вообще не несут никакой на себя польз, только, да, вред на нашу систему. Вот. Чаще гулять, чаще заниматься спортом и просто, наверное, любить своих детей и обращаться к ним, да, как к маленьким людям, которым в дальнейшем предстоит жить, продолжать нашу жизнь. Рекомендации для взрослого, население старше, 15-ти, точно такие же? Да, в принципе, да. Быть, в первую очередь, внимательным к себе, потому что помимо того, что окружающие на вас смотрят, нужно не забывать про себя, про самого, то есть не брезговать, проходить ежегодные осмотры, как бы этого не хотелось, да, или, может быть, это занимает слишком много времени, вот. И, естественно, следить за своими окружениями, то есть, да, бабушки, мамы, папы, братья, тоже им на это указывать, то, что если они за собой не следят, то есть намекать, что да, вы подвергаете опасности, может быть, меня, может быть, своего друга, может быть, свою жену, с которым они живут, и таким образом воздействуют на людей. Ну и плюс, да, конечно же, все, что уже сказал Елена, да, соблюдать свой образ жизни, который будет улучшен и лучше для себя. Спасибо большое, что стали гостями нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова